Операция по перекрытию крупного канала поставки наркотиков была проведена 22 марта сразу в нескольких регионах страны и в Кустанайской, Жамбылской областях и в столице с семью группами кустанайских полицейских. Тогда сообщалось об аресте организатора наркотрафика 51-летнего ветеринара, жителя Денисовского района, поставщика, курьеров и распространителей запрещенных веществ. Было изъято более 10 килограммов марихуаны и гашиша. Только во время транспортировки одной партии у одного из курьеров изъяли пакет с гашишем весом более 5 килограммов. У организатора по месту жительства обнаружили 26 прессованных таблеток гашиша, а также деньги и банковские карты. На предварительном слушании по делу государственный обвинитель сообщил суду детали преступной схемы. В сентябре 2020 года житель Денисовского района Кустанайской области из Мурзинов, Серик Амерканович, желая создать организованную группу в сфере незаконного оборудования наркотиков, с целью получения непостоянного незаконного источника дохода и личного обогащения преступным путем, задался преступным умыслом, направленным на незаконное приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и избыток наркотиков в особо крупном размере на территории разных населенных пунктов Денисовского района, города Лисаковска, а также города Нуршултан. Согласно версии обвинения, Смурзинов обратился к своему давнему знакомому жителю села Талибиш уйского района Жамбылской области Батырхану Растанкулову. Тот согласился поставлять наркотики. В качестве курьера был выбран Фархатбек Жарымбетов, коммуникабельный, хорошо знающий казахский и русский языки, безработный житель Кустанайского района. Смурзинов подыскал потенциальных наркораспространителей для систематического сбыта наркотиков в Денисовском районе и прилегающих к нему в селе Аха Камустинского района и города Лисаковска. Исчезла жителей того же района, которому он полностью доверял и состоял в родственных, дружеских, либо приятельских отношениях. Ими, как считают следствия, стали Рустам Калиев, Амиржан Исмурзинов, Талгат Шегибаев, Андрей Горбась. В январе 2021 года Исмурзинов в связи с успешностью реализации своих преступных планов решил расширить регион сбыта и избывать наркотики в столице Казахстана. И с этим предложением обратился к знакомому жителю Нурсултана Александру Ковалю. Тот согласился. Так, по версии обвинения, Исмурзинов создал преступную группу и руководил ею вплоть до 22 марта этого года. Остальные обвиняются в участии в ней. Кроме того, указанные лица совершили преступление, предусмотренное статьей 297, частью 4 Уголовного кодекса, а именно незаконное предметение, перевозка, хранение в цели сбыта и избыток наркотических средств в особо крупном размере, совершенные преступной группой. О предварительном слушании подсудимые сразу же заявили, что во время следствия на них было оказано давление. Судья сообщил, что все заявления будут исследованы в ходе главных разбирательств, начало которых назначено на 15 декабря. Виталий Луговской, РТН